приступаем проверочки ну и приветствую всех опять для этого нам понадобится тестер и попробуем подать питание и хотела бы то напомнить что значит разъем если так смотреть видите у него выступы здесь и вы так не всунете этот разъем сюда не получится но это надо силу такую приложить поэтому разъем втыкается вот так то есть этими пумпырышками к верху он четко сел кабель я проверял несколько раз ну и посмотрим задим 5 вольт я уже и на 16 пин на 1 плюс на 4 или 5 дадим землю напряжение падает вниз ничего тут не происходит смотрим что у нас на входе на всякий случай у меня здесь есть такой крокодильчик с землевой один контакт мы можем туда и освободить одну руку и смотреть значит у нас там где 50 на 35 вольт или 50 вольт мне должно быть питание 5 вольт вижу значит приходит добавляем напряжение пускай будет 11 чем-то 12 вольт и проверяем опять наше напряжение ночную других емкостях должно быть что у нас тут происходит то есть чистые 5 вольт как было 49 и 9 так вот сейчас есть и на стабилитроне 3 и 3 вольта вход 3 3 20 3 целых 32 сотых там с копейками это земля на земле у нас маленький потенциальчик так что можно теперь всунуть плату основную я выключу питание как она вставляется как тоже она должна вставляться но владелец этого тестера значит заявил что у него несколько раз выпавилась какая-то там большая микросхема на платье сейчас я хочу что импульсники при резкой нагрузки могут что-то случаться с ними пока они настроятся вот опять подаю питание тестер наш заработал горят светодиоды можно проверить bluetooth модуль найти его на телефоне или на чем на каком-нибудь на компьютере значит питание у нас есть пылюшки увидели срабатывали щелкало вот поэтому все вроде бы нормально мы с вами ребята сделали то есть если я буду допустим повышать питание тестер у нас грузовой он не реагирует как одноплатно то есть молчит как танк ничего страшного как бы задачи не было его сделать под грузовой поэтому я емкости не буду менять и не буду менять стабилитроны проверочка значит произошла у нас какие-то реле сразу срабатывают у него вот контакт блютуза аккуратненько мы придумаем как увязать этот кабельочек чтобы он не мешал и не попадал в силе когда мы будем собирать собирать в корпус это дело теперь что нам нужно сделать чтобы я мог эту плату посмотреть осциллографом или мультиметром нам надо сделать какие-то переходники вот для этого я уже сделал как бы подготовил из переходников шин на компьютере ну на винчестер там дисковод вогнал сюда такие штыри которые выпаял из какой-то платы мамы вот они здесь стояли ясно да очистил их и загнал туда и немножко термоклеем прихватил потому что если вы зальете быстро сохнущим клеем может быть контакт пропасть его потом я не знаю что надо сделать чтобы он появился поэтому они немножко держатся и сейчас я попробую продемонстрировать здесь я честно говоря даже не не прозванил актерс там просто так налепил и сейчас будет на ваших глазах эксперимент то есть сделал с двух сторон если это одна сторона ну допустим штыря не работает тогда я могу перевернуть и теперь втыкаем в эту уплату хорошо посмотрим как она ставится она ставится вот так то есть этот нос и салуем этот сюда разъем точно так же как идет красный у нас сюда здесь хорошо что вы не перепутаете здесь видите нету место под 1 пин и поэтому я просто не смогу воткнуть по-другому но если мимо конечно все их разбирать резать не хочу вот это значит один у нас будет то есть нам нужна эта плата и теперь второй воткнем то точно так так же я его сделал то есть здесь выход здесь выход а в середине у нас получается мама допустим сюда всю эту часть и эта часть у нас будет может не сгорит смотрим то есть что у нас получается я могу могу развить сейчас вытащу не мешается вот эту положить его чтобы я мог смотреть то есть эти кабели можно гнуть они они и так изогнуты как упала и чтобы я мог смотреть плату основную плату то есть ослографом или мультиметром и сейчас проверим на включение хочет выскочить у нас происходит у нас это просто так должно быть про этот разъем идет туда и теперь вот этот он должен попасть так чтобы я мог ковыряться с прибором ну в принципе нормально не знаю будет ли вам видно все делаем пускай так будет сейчас развернем ну вот так пускай будет чтобы они не прыгали по друг дружке сделаем вот так что-то у нас нарисовалась раздвинем тоже согнем вот такая у нас конструкция будет плату отведем подальше сделаем новый загиб это нас не интересует теперь у нас это место нам надо освободить и заход сделаем как мы говорили значит штырями пластмассом наверх все у нас здесь четко то есть если перевернуть плату она будет идти туда ну попробуем делаем первое включение все сделать поменьше можно будет потреблять побольше здесь вот а 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 и теперь даем питание его все это увидим в сторону потому что нам эти вещи не нужны это не смотрим что у нас происходит все нормально загорелся теперь мы можем лазить по плате и смотреть что здесь происходит а вообще неудобно неудобно тут это все будет разворачивать возьмем маленький можно тогда смотреть единственное подвести землю надо поближе можно можно конечно взять отсюда удобно будет поэтому надо еще один провод какой-нибудь придумать и потом продолжим наше с вами творчество все все и Продолжение следует...